друзья всем привет мы продолжаем снимать для вас ролики из серии адвайз во первых хотелось бы сказать большое спасибо всем тем кто поздравил меня с днем рождения вас было очень много писем просто нереальное количество я постарался всем ответить но если кому-то не ответил то говорю сейчас большое спасибо всем жму руку мне было очень приятно а сегодняшний выпуск я хочу посвятить очень важной теме который было просто нереальное количество вопросов и я решил сделать отдельный выпуск и максимально ответить на те вопросы которые от вас поступали речь конечно сегодня пойдет о маркере не пробитие дна простукивание дна назвать можно как угодно но сам факт что это ряд манипуляций удилищем и грузиком которые позволяют найти нам перспективные точки ловли ну и соответственно добиться хороших результатов наладить много рыбы и может даже выиграть соревнованиях тема сложная в особенности конечно будет проблематично рассказать об этом все как-то в теоретическом выпуске но я постараюсь и для этого у меня есть доска на которой я сегодня буду рисовать и рассказывать большей степени те ситуации которые были в моей жизни то есть разные водоемы разная рыба разные времена года когда где у меня получалось лучше показывать свои спортивные какие-то результаты в первую очередь начнем с грузика какой он должен быть я использую две формы это вот который у меня сейчас в руках форма мина ну еще очень хорошей формы является булава то есть она по большому счету такая же только такая более продолговато у булавы наверное есть плюс если вы ловите на дальних дистанциях на может чуть лучше лететь как раз за счет вот этого стабилизатора то есть это и другая форма у меня в принципе есть по весам у вас должны быть самые разные веса грузиков то есть грубо говоря на грамм от 30 и до 100 может быть и больше но основные в моем арсенале все-таки это наверно 50 70 ну короче до 80 50 60 70 80 такой стандарт которым можно промерить относительно все сейчас я думаю что пора перейти к доске и расскажу все то собственно говоря о чем сегодня я планировал рассказать многие мои знакомые спортсмены бывают жалуются на некоторых своих членов команды или просто на других ребят говорят что он не умеет пробивать но он плохо маркерится он не находит точки то есть целом типа парень отличный но вот с промером дна у него проблемы я немножко скептично отношусь именно к такому подходу и сейчас покажу почему я так думаю у меня на стене нарисован один из примеров водоемов на которых я долго ловил именно и на рыбалках простых тренировки соревнования то есть такая классическая дамба водохранилища где есть самая разнообразная рыба от ершей у куней уклейки и до карпов амуров лещей и всего остального и постараюсь объяснить что проблема может быть не столько в подходе маркерения дна сколько в том что нужно выбрать точку именно в тот конкретный момент когда вы осуществляете ловлю прошу меня не судить за мои художественные какие-то вариации все-таки основная цель это донести до вас то что я сейчас планирую сделать соответственно как искал водоем это водохранилище это его дамба плита это участок твердого дна на самом деле очень долгое время мы пробивая вот этот участок думали что это все плита чем ловили несколько лет так но стоило мне занырнуть и понять что на самом деле вот этот участок это мелкие камешки с интересными улитками с большим количеством улиток но этот переход на плиту настолько тоже был замазан что здесь грузик в принципе дребезжал примерно на уровне с этим участком далее у нас идет участок ила тоже интересный очень много спортсменов на нем ловили всегда я же эту зону игнорировал дальняя точка очень крутая наверно одна из моих любимых на этом водоеме это ракушечник конкретно здесь дрейсена то есть шел такой бугор с небольшим уклоном и дальше шел выход чистов ил который не заканчивался то есть небольшое углубление и ну фидерным удилищем докинуть до каких-то других аномалий не представлялось возможно какие из точек ну на первый взгляд интересно это всегда переходы переходы с мягкого на твердый с твердого на мягкий бровки смены глубины в идеале если есть и смена глубины и смена рельефа вообще отлично на этом водоеме такая точка тоже была давайте прикинем первая точка которая у меня всегда была это ближняя точка переход с ила на твердый вот этот вот камешек с улитками естественно она перспективно потому что но она и читабельно то есть вы тянете вас ил просто идет все мягко-мягко-мягко и тут начинается дробастер и на этом переходе мы становимся где мы становимся на твердом или на мягком меня очень часто спрашивают однозначного ответа тоже нет потому что все зависит от того какую рыбу вы хотите ловить и от водоема в частности но к этому моменту еще позже я вернусь вторая точка это переход с ила на ракушку сначала то есть у нас есть два варианта можем стать здесь можем стать здесь потому что по факту почему мы не можем ловить на самой ракушке можем я один раз попытался и из 12 поклевок хороший целевой рыбы я достал 4 все остальное это были средства вот такая здесь ракушник был достаточно злой при том что самого вот этого острова ракушки ну клевала может быть даже лучше чем вот этих переходов и резался у меня поводок даже флюрокарбоновый даже там диаметром 0 12 плюс то есть ловить здесь было сложно поэтому мы ловим раз . переход 2 . переход мне больше нравилось ловить с дальнего перехода с использованием пластиковой кормушки то есть я буквально находил последний вот этот вот дробастер и становился на ракушке то есть моя кормушка была на самом краю и это . наверно у меня типа номер один то есть больше всего рыбы я ловил отсюда пару раз я как уже сказал промерялся неудачно стал на ракушке и почти всю рыбу слил вот соответственно и вроде бы как бы нужно избегать таких мест но не все так однозначно потому что на или в том участке дна очень часто может стоять крупная рыба более того если вот эта вся дистанция там условно говорят до 50 метров то есть разумные фидерные дистанции на котором можно кормить дальняк практически никто не уходил были те кто пробовали но он выстреливал какие-то определенные свои моменты которым я еще вернусь стало быть стандартный воды водоем да мы выбрали вот раз-два но эти точки дублировать я не вижу смысла потому что вот этот вот отрезок он не такой большой может быть нарисовал кажется что 10 метров на самом деле нет он весьма компактный и кормить и здесь и здесь смысла нет вы просто будете растягивать рыбу которая по этой линии ракушечника там питается и обитает но помимо того что эти точки действительно хорошие учитывая водоем интересные спортивные я сейчас покажу еще точки на которых я брал зоны или показывал хорошие результаты и можно будет удивиться первое это плита сама плита то есть уклон в летнее время она покрывается травой такой скользкой противный то есть спускаться по ней вообще нереально если кто-то хочет искупаться практически сразу можно поскользнуться и упасть здесь я также брал зоны часто на такой рыбе как окунь красноперка уклейка мелкая плотва по вот этой вот траве рыба очень часто сюда выходит первую очередь потому что здесь минимальная глубина то есть здесь эта зона прогревается фантастическим образом и когда рыбе теплая вода нужна чаще всего это не крупная рыба но и бонусы сюда тоже вылазит то есть это такая поплавочная дистанция в районе 7 метров может быть там 5 7 метров и здесь я брал единички да здесь есть переход но почему не стать просто на участке твердого дна если мы предполагаем что рыба не на и листом участке то есть мы можем прикинуть что она просто стоит вот здесь улитки камешки почему нет и здесь я тоже брал единички как я сказал переход естественно да такая точка была очень часто давала рыбу вот этот участок ила я ловил на нем редко но я знаю людей которые действительно ловили часто это же показывали результаты то есть они просто становились где-то плюс-минус на середине не привязываясь к переходу на ракушке не привязываясь к этому переходу на камни и я не могу сказать что это была разовая акция если люди осознанно здесь тренировались здесь ловили и получали свои результаты до переход на ракушку как я уже сказал он тоже рабочий он тоже приносил мне колы переход 2 наверное самая моя любимая точка она ровно показывала результаты по разной рыбе то есть этой плотва и подлещик любая рыба сюда выходила она действительно хороша и зону я здесь брал часто но вот этот отрезок то есть грубо говоря плюс 10-15 метров от какой-либо аномалии просто также отрезок ила и здесь я просто плющил крупную рыбу причем закармливал эту точку со старта а начинал ловить на ней уже буквально за час до конца тура и могу сказать что за вот эти там 40 минут час я ловил там около 8 килограмм именно с вот этой точке просто потому что я туда ушел и там больше никто не кормился я закормился очень хорошо к чему я веду дело в том что маркериться нужно уметь но гораздо важнее понять все то что найдено на дне когда в какое время года по какой рыбе она может принести вам пользу и однозначно да если вы мне эту схему скинете я скажу да нужно ловить здесь там ловить здесь то есть по факту да привязка к одну хорошая и вы действительно можете здесь сыграть но вы можете сыграть и в других точках которые не настолько ярко выражены которые могут быть просто каким-то ровным отрезком я не веду к тому что пробивать дно не нужно я хочу сказать что это такой личный интимный момент где вам ловить и вполне вероятно что вы можете стать вроде бы не там где нужно по книжке и поймать больше чем те кто про маркеряться идеально то есть вот они стали все в переходах вы действительно здесь можете обыграть игроков которые выбрали вот эти точки не заостряйте свое внимание на каких-то книжных прописных истинах до пробивайте точки ловите на разных водоемов ловите интуитивно пробуйте те участки дна которые вроде бы как бы ну не считаются правильными но нет однозначного ответа что нужно ловить здесь здесь или здесь я веду только к этому и дальнейшем сейчас посмотрим еще ряд ситуаций где может беда ну там более или менее четко мы понимаем что надо ловить там или там это такое мое небольшое вступление чтобы вы понимали что на любом водоеме может быть масса перспективных мест а может быть одна две точки которые можно привязаться но тем не менее ловить вы можете там где захотите то есть чуйка интуиция она в этом моменте тоже очень важно только это я хотел сказать не заморачивайтесь не слушайте что вот так правильно и по-другому нельзя чувствуйте сердце сейчас перейдем к таким более реальным рельефом которые встречаются часто на которых ну действительно можно там плюс-минус сказать что ловим здесь ловим здесь рассмотрим вариант с буровками для начала с классическими ну многие считают что здесь все просто и однозначно но у ряда подписчиков есть вопросы поэтому давайте на этом остановимся классический пример с двумя буровками допустим пока будем считать что это водоем без течения ну такой условный конечно не чебоксары но плюс-минус будем считать у нас есть раз свал есть два свал частый вопрос насколько нужно отступать то есть вы промаркирились уперлись понимаете что у вас пошло на подъем нужно же учитывать что у вас кормушка может упасть чуть ближе то есть вся вот эта история я не приверженец того что вам нужно свое пятно делать вот прям вот идеально то есть вы уткнулись сделали отступ и ловить вот вы должны вот прямо вот в этом месте то есть где она идет на подъем я ловлю не так за редким исключением вернемся к этому чуть позже я делаю отступ для начала то есть зависимости от того какая здесь глубина вообще со старта я делал там порядка трех четырех метров кидаю еще раз нахожу еще раз эту бровку но понимаю что уже чуть дальше и в целом я стараюсь ловить не здесь отступить по меньшей мере метра два то есть моя задача не ловить на месте перехода а ловить за ним чтобы попасть на большую глубину не здесь не здесь а ловить на вот этом участке то есть я могу отступить и 5 метров да мы можем предположить что рыба придерживается бровок это правильно но в нашем случае так скажем это весьма плавный уход в глубину его называют так то есть это не резкая бровка и ловить я буду не здесь отступлю буду ловить плюс-минус вот в этой зоне то есть мне важно что я буду рыбачить в целом на вот этом отрезке до следующей бровки то есть вот этот вот стол мне интересен поэтому сколько вы вот здесь будете отступать ну понятно что на бугорс по логике по книге залезать не нужно но исключения все же бывают и одно из них было со мной в чебоксарах я ловил не внизу бровки ну точнее ловил и здесь тоже но основные результаты я показывал вот тут получается что там была своя тема съезьями кто не смотрел посмотрите я вроде неплохо рассказал о том все что все что там происходило у нас всю рыбалку описал видосе отчете после кубка я пробовал ловить вот здесь то есть до свала да и было неплохо но как мне показалось я потом это проверил на тренировках что был смысл чуть-чуть залезть вот сюда исключение справил но такое тоже бывает и есть если я не попробовал эту тему то вполне возможно что я и команда могли сыграть хуже потому что эта точка была максимально интересна именно конкретно по одной рыбе то есть по одному виду который был очень интересен в плане веса то есть поимка нескольких хороших ездей она существенно подымала по таблице поэтому одно исключение рассказал 80 процентов всех ситуаций если первый раз на водоеме просто приехал порыбачить я стану за бровкой на отступе там от 2 до 5 метров то есть вот в этой вот часть то же самое можно сказать и в плане дальней бровки то есть нашли бровку уперлись то есть я беру прям открываю дужку и даю сколько у меня получается ставлю клипсу кидаю понимаю что я уже через какое-то время в нее упираюсь то есть я уже стал здесь нашел отступил и отдам еще немного чтобы проверить себя что да действительно сейчас я там стал в районе там пяти метров от этого препятствия и также как и здесь я выберу вот эту зону ловли него тут него тут него тут то есть я отступлю не проблема я считаю что если это ну за каким-то редким исключением там зима допустим это даже зимой я ловлю даже если рыба стоит здесь но вы закормите эту зону с моталем с опарышем со всеми вкусностями ей не составит труда проплыть несколько метров и как я уже сказал я ловлю зимой при помощи холотов и тоже нахожу вот эти ситуации когда рыба действительно держится вроде как на самих вот этих уклонах но здесь она тоже клюет то есть она стоит на всем этом протяжении и это время когда рыба практически пассивно она очень слабо питается она не перемещается если мы говорим о фидере летнем даже нормальным весенним то с этой с этого места она отлично отзовется и будет клевать вот здесь есть ситуации когда бровки действительно очень решают по рыбе но они имеют гораздо более крутой характер то есть это так называемые стены плача как марина называют это бровки которые имеют обрыв практически под 90 и они высокие расскажу об одной ситуации ловил я тоже на одном заливном водоеме от реки то есть там очень интересное место большая река разные рыбы заплывают туда там вплоть до усачей и я приехал и рельеф выглядел так то есть вот это вот это там ну 7 метров от берега и начинался вот такой вот свал он достаточно высокий а дальше все шло ну была еще какая-то бровочка ну и все весь залив был вот таким но глинистая никаких больше интересных мест не было соответственно я стал здесь как обычно поймал за пару часов несколько подлещиков и как бы все грустно попробовал ведь просто далеко так очень что рыбы не было но я прекрасно знал что этот водоем имеет связь с большой рыбной рекой и наверняка там должна была быть рыба и после того как я закормился вот здесь вообще закормился там еще поплавочной удочкой то здесь просто было лютое льдорадо здесь клевала вся рыба здесь просто клевали лещик караси судаки платва ну просто все рыба действительно стояла вот в этой части почему да просто потому что эта бровка вот такой высоты такой резкости она представляет для рыбы хорошее укрытие то есть рыба вдоль нее плавает и понимаешь что она защищена но что касается таких бровок я не могу сказать что они настолько влияют поэтому здесь можно ловить в этом месте а чтобы ловить за этими бровками если мы посчитаем что она не рядом с берегом в любом случае в этой зоне будет ловить максимально сложно и вы должны будете выбрать дистанцию не исходя из нее непосредственно а таким образом чтобы вы ловили и рыбу могли вытащить и не потерять на этом препятствии это делается все тоже методом тыка то есть вы клипсуетесь допустим плюс-минус в этой зоне начинаете ловить понимаете что протаскиваете ваша оснастка пролетает и подходите максимально близко кто из зоне чтобы вы понимали что ну вот еще чуть-чуть и все и рыбу можно потерять и чем ближе вы к этой части подойдете тем больше у вас будет поклевок использовать в этих ситуациях нужно длинное удилище подсекать сразу становиться ну минимум вставать на педану а бывает что и залезать на платформу но в таких местах вы действительно можете поймать очень много рыбы да вы оторвете много поводков у вас будет много сходов обрывов и оснасток и крючков но вот такая брова она действительно интересно еще одна ситуация с бровками но если речь идет о сильном течении на сильном течение я к бровкам привязываюсь как раз таки вот этим способом но просто потому что бровка она мне нужна для того чтобы она держала мою оснастку я бы ловил бы здесь отлично здесь бы тоже клевала но я закидываю дальше метра 34 также зависимости от глубины от силы течения моя задача чтобы кормушка уперлась в эту зону ну желательно до трех прыжков так назовем то есть когда вы закинули вас кормушку раз несло два снесло три ну вот и на четвертом вы понимаете что все она воткнулась она у вас в этой части бровка вам нужна для того чтобы комфортно ловить не на снос потому что это очень сложно и не всегда эффективно хотя бывает и такое а для того чтобы она всегда лежала здесь и ваш корм соответственно вдоль этой бровки будет постепенно соситься и вы собирать рыбу будете здесь да это тот случай когда вы должны максимально к бровке подойти то есть хорошо если у вас это будет два прыжка ну у меня как правило то есть 1 2 на 3 останавливается все отлично не обязательно чтобы закинули вас прям сразу воткнулась нет пусть прыгни два раза не проблема это будет не такой большой отрезок главное чтобы она вас не скакала там 5 6 7 раз получится что вы закинули дальше и пока она сюда воткнется ваш корм пойдет полосами не туда куда нужно то есть концентрировать корм нужно будет максимально в этой части в этом случае бровка нам просто помогает ловить на реке сильным течением максимально комфортно поэтому думаю что по бровкам я рассказал перейдем к следующему моменту сейчас приведу пример глубоководных водоемов где весь рельеф по большому счету представляет собой одну сплошную бровку такую многоступенчатую где мы будем ловить таких типов водоемов но еще можно также и водоем с малым течением тоже у меня были такие глубокие реки с небольшим течением с ярко выраженным руслом где мы ловим здесь ну по большому счету куда ни плюнь у нас есть свала он может быть либо прям практически весь одинаковый либо как правило на нем есть вот такие вот столы как я называю то есть участки где все-таки но на какое-то небольшое небольшом отрезке она становится ровным именно эти места мы должны искать то есть вот она . 1 . 2 ну бывает 3 то есть бывает что их там вообще там по пять штук у вас может зависимости от сектора у вас может где-то дистанция там 59 62 68 но вы должны искать именно участки ровные потому что на них вы кормить рыбу будет гораздо проще как они находятся то есть по большому счету вы также тянете груз и на спать момент когда он на небольшом каком-то отрезке будет идти чуть-чуть плавнее потом опять чувствуете опять пошел вверх очень хорошо это ощущается особенно если это все твердое твердое дно ракушка то есть может быть камни тогда в случае помимо того что он будет идти плавнее еще будет дробастер то есть идет начали обычный дробастер потом понимать он такой идет как на вас все значит вы опять пошли на подъем и стараемся выбрать именно максимально такие вот точки если эта река со слабым течением то есть ну грубо говоря водохранилище здесь просто глубина бы ушла непонятно куда будем считать что это все вот такая вот речка на таких тоже ловил частенько здесь есть еще вариант конечно ловить самом русле если здесь кормушку держит то есть вот это вот основной котлован он тоже интересен и очень часто я именно таких речках просто беру и кидаю в середину ставлю клипсу на этом случае если рельеф именно вот такого вот плана и здесь в любом случае рыба всегда по руслу проходит и тем не менее если есть и такие точки я выберу 2 1 у меня будет в русле и еще одну какую-нибудь возьму может быть не предрусловую а какой-нибудь повыше просто чтобы у меня были две точки на разной глубине это тоже очень важно потому что очень часто бывает что рыба просто придерживается глубины не абсолютно все равно что здесь на дне и она вот если и нравится на шести там шести с половиной метрах то она будет грубо говоря если вот здесь шесть половиной метра она будет и на этом берегу плюс-минус тоже на этой глубине особенно это тоже ярко прослеживается зимой потому что зимой я часто ловлю на реке не фидером а там другими снастями мормышка или с грузом и есть дни когда просто всю рыбу на разных участках реки находим плюс-минус на одной глубине и потом через неделю это же рыба эти же стаи уже стоят на других глубинах глубже мельче это бывает из-за того что там допустим толпа рыбаков нашла рыбу стаями грирует а бывает что просто рыбе нравится иногда стоять на глубине 6 метров а иногда на глубине 10 метров при том что это абсолютно одна и та же рыба то есть тоже допустим густера тоже белоглазка тоже подлещик и почему рыба выбирает эту глубину сожалению у меня ответа нет на этот вопрос но нужно иметь ввиду что глубину никогда не сбрасывайте со счетов помимо того что вы можете найти маркерным грузиком помните что рыба куда хочет туда и плывет еще один пример водоема водоем без течения с минимальными какими-то рельефными показателями но допустим с переходом обычного ила в более глубокий здесь еще я нарисовал это у нас перловица такое часто бывает на водоемах где есть ил перловица на небольших удалениях от берега как раз вот на переходах более более глубокий ил они есть могу сказать что это тот вид ракушки который ну не прям так жестко рыба к нему привязывается однако он неплохо может резать шнуры если ее много она прям набитая вы можете действительно покоться свой шнур если не сразу то после рыбалки вы это увидите где мы будем ловить учитывая что здесь ил меньше здесь переход ил глубже никаких по рельефу изменений нет то есть грубо говоря как она вышла там на два метра глубины так практически там да может быть до двух с половиной максимум где-то она дойдет самом далеке водоема часто ловил на таких водоемах и много вопросов что мы будем делать ну естественно переход у нас есть если перловица есть я все-таки рекомендую проверить точку до нее наша задача отступить так чтобы не коцать свою оснастку и все же ловить вот на этом более плотном участке но то что здесь глубокий ил это не говорит о том что здесь рыбы нет ну это прям очень многие так ил все мы должны уйти глубокий топки там сероводород там что-то еще не всегда есть рыбы особенно крупная рыба которая отлично питается и живет в таких водоемах тем более у нее здесь выбор не особо велик давайте так и больше скажу я даже на таких водоемах ловил судака что он там делает я не знаю мелководные ил ничего нет и там отлично приживается судак но это уже совсем другая история первая точка она очевидно здесь я бы можно рассмотреть вот вот эту точку но с небольшим отступом но здесь уже ил глубокий стоит ли нам привязываться к этой перловицы или нет я думаю что нет я бы здесь не остановился отступил бы от нее там условные метров семь-восемь и просто стал бы вот на этом глубоком участке с глубоким илом еще одна точка если это спорт я бы все-таки выбрал бы вот эту ближнюю когда хоть какой-то плавный уклон в глубину есть я бы стал где-нибудь здесь чтобы глубина отличалась формально это как бы ну не сильно сильно ты бровка то есть здесь глубина допустим 2 то я бы сделал точку где-нибудь полтора метр восемьдесят до до момента когда она пойдет на ровно ну на всякий случай я люблю ближние дистанции потому что очень часто они выручают и бывают рыбалки штука все ты уже проверил все бровки там все или рыбы нет и просто берешь на 7-10 метров уходишь а там вся рыба клюет такое часто бывает даже если на этой дистанции нет ничего ярко выражено вот просто рыба подходит к берегу и клюет для меня правило я всегда кормлю условно штекерную дистанцию сколько там штык имеет 11 метр в среднем да то есть вот дистанцию 10 там от 8 до 12 там 14 метров я всегда ее прокармливаю всегда на ней ловлю и очень часто получаю результаты и на рыбалках и на турнире то есть поэтому этот видос у нас не только про то как просто чай дно но про то как найти точки и ближняя дистанция иногда даже закрытыми глазами без грузов ничего дает результат помните об этом и так мы получаем условные три точки на этом водоеме но есть ситуация другая когда у вас вообще нет никаких переходов то есть мало того что водоем без рельеф ник так он еще вообще классически просто и у тоже на таких водоемах ловил то есть вы как вышли и все у вас ничего нет вообще и везде ну и меня спрашивают типа что что делать ну как бы ну в любом случае вы сюда приехали значит рыбу то ловить надо в этом случае я просто применяю тактику двух точек и все какие две точки выбрать ну если вообще ничего нет да и вот это ближняя но вы игнорируете ее и там не хотите ловить то мы делаем образно говоря точку 25 метров и делаем там точку сорок пять метров чтобы очень большой отступ был то есть если здесь по глубине никакой разницы нет а такие водоемы ездят там просто два метра и все до свидания до упора просто тактика двух точек позволяет вам собрать ту рыбу которая вообще на этом протяжении вот есть здесь она плавает да она не она есть и тут и тут и тут и допустим вот тут я чуть побольше и вы в течение часа ну может быть двух да там по 40 минут на точке ловите вы понимаете где какая рыба вполне вероятно что здесь рыба может быть мельче здесь крупнее или просто на какой-то точке рыбы будет больше и именно тактика двух точек она максимально интересна и в плане спорта и в плане рыбалки тоже я очень часто приезжаю на рыбалку к закормил одну точку думаю так блин а вот на этой же наверное было бы лучше поэтому если у вас есть две удочки закормите две точки много даже не надо вам достаточно получить хотя бы ну какое-то движение закормить там 7 туда 7 туда то есть 14 кормушек со старта и просто половить и здесь половить и там иногда можно даже побегать попрыгать по точкам посмотреть что из этого выйдет схема хорошая рабочая и для водоемов без рельефников она подходит самым лучшим образом а я перейду к еще одной ситуации которая случилась со мной на крупном турнире и вопрос мягкого или твердого дна сейчас схема будет выглядеть немножко другим образом это вид сверху суша вода по рельефу сейчас объясню эта ситуация как искал с одного из крупных турниров то есть вот это я попытался схематически выделить полосу ракушки конкретно это как раз дрей сена но она не сплошная то есть местами и и чуть больше местами есть такие вот места и практически без не то есть она вот хаотично как-то идет на какой-то там дистанции порядка 30 метров до нее идет участок с плотным дном без камней без ракушки просто нормальная плотная никакого глубокого ила нет ну в принципе и особого интереса она также не представляла в плане ловли целевой рыбы целевая рыба у нас по командной тактике это был подлещ разного размера то есть там могли быть 200 грамм 400 грамм и там 700 800 до килограмма то есть нормальные в принципе попадались бонусы но основной вес на рода в районе там 400 под полкило и мы ловили как я сказал большинство команды мы находили вот эти пятачки бывало что даже приходилось чуть в сторону кидать мы ловили рыбу с них выбирали одну точку не делали допустим точку здесь точку здесь нет мы старались выбрать максимально хороший такой дробастер и укладывались на нем судя по всему это было адресе на все-таки мертвая потому что поводки не сильно секлись с мертвой адресе она просто лежит ну как ракушки и все то есть поводки у нас не резались мы тоже использовали на всякий случай флюр но ловили с этих точек достаточно успешно то есть можно было выбрать эту 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 но сам факт что мы ловили вот по вот этой полосе ракушки но нас был один спортсмен в команде который кстати отыграл лучше всех и он сказал он говорит ну вот тут же и у глубокий там должен быть крупный лещ и по большому счету ну вот если взять в общем и целом ил у меня ассоциируется именно с ловли крупной рыбы это может быть крупный лещ может быть карась может быть карп но эта рыба на ил заходит и она не так его боится как боятся очень многие рыболовы и что делает этот спортсмен он говорит ну я думаю что лишь будет стоять здесь и он даже не становится на переходах здесь еще был момент за ракушкой кого-то плотного дна он уходит и выбирает вот эту точку просто конкретно на вот этой полосе глубокого ила то с ней не переходный кормится здесь и ловит там только крупного леща никаких подлещиков то есть там количество рыб до 10 но это все отличные крупные лещи весом далеко за кило то есть они существенно отличались от той рыбы которая была здесь если мы даже поменяем рельеф и допустим здесь у нас будет мягкий а там ракушка по рыбе может быть все именно также что крупный лещ будет стоять на этом участке собственно говоря таким же выводом я пришел после чемпионата россии где мы делали ставку на подлещика на самых крупных лещей поймали не оттуда то есть это была другая точка с другим с другими привязками по дну поэтому почему я еще раз эту ситуацию привожу помимо того что вы можете нащупать твердое дно ракушку и очень важно выбрать где вы действительно будете ловить а чтобы сделать правильный выбор вас должна быть практика чем больше водоемов вы посетите чем больше видов рельефа вы вот я сегодня допустим несколько примеров привел у меня этих примеров голове много потому что я ловил на самых разных водоемах и плюс-минус когда я попадаю на похожий водоем я могу уже даже вот воспользоваться вот этим примером что если будет . там с илом ровно я попробую там ловить если у меня есть возможность потренироваться я буду там ловить если нет я сделаю две точки почему тактика двух точек то есть а в течение дня смогу понять что происходит на ракушке что происходит вот здесь пробуйте экспериментируйте к сожалению нет единого мнения как пробивать но он это бог с ним как пробивать примерно все понимают а вот где остановиться и что ловить очень сильно зависит все еще от времени года то есть я знаю ряд водоемов где я ловил там весна осень лето и там рыба стоит на разных участках дна хотя вроде бы если мы там попали в мае наловили здесь там карася плотву мы приезжаем в августе а ловить здесь уже не надо ловить уже надо там в другом месте собственно к чему я веду помимо того что вы сможете хорошо простучать но вы должны еще понимать где на каком водоеме когда стоит останавливаться на этом участке на этом или на другом ответа на то где ловить на мягком дне на ракушке на твердом его на самом деле нет каждый водоем индивидуален и чтобы выбирать правильно точку ловли на самом деле нужно просто чаще ездить на рыбалку на разные водоемы и тогда вы плюс-минус систематизируйте какой-то вот свой багаж знаний будете понимать что да вот плюс-минус здесь я когда-то был на таком водоеме похоже я вот с мягкого дна ловил леща попробовали сработало нет значит это ваш новый опыт значит на этом водоеме все по-другому и только через год другое когда вы будете ловить на самых разных реках водохранилищах прудах вы сможете сказать что помимо того что я пробиваю дно я еще и могу отлично выбрать точку даже если вроде бы как бы никаких видимых там изменений в рельефе нет это все просто опыт поэтому не бойтесь экспериментируйте проверяйте если вы что-то не нашли там или вам показалось допустим обязательно меняйте вес груза ставьте тяжелее нашли попробуйте поставить легче почему нет бывает такое что вы тащите тяжелым грузом и он пробивает часть ила и передает вам допустим там камешки какие-то бывает что под слоем ила есть твердое дно поэтому киньте вес меньше если вы протащите плавно значит поймете что тот рельеф был как под слоем ила всегда все пробуйте менять можете по 30-40 минут пробивать но я тоже могу поставить легкий груз найти тяжелый груз и потом вроде бы уже все точки нашел и еще раз перемаркируюсь еще раз протянул чтобы не то чтобы найти там условно идеальный какой-то рельеф мне это нужно больше степени для того чтобы получить уверенность в том что сейчас будет хорошо то есть особенно если это турнир я понимаю что все должно быть правильно да по логике там будет рыба и я такой сажусь и поняла все я все нашел сейчас будет круто примерно так то есть на уровне психологии конечно вы должны уделять очень много маркерение а дальше только ваш опыт вот так друзья я надеюсь что сегодняшний ролик пойдет на пользу всем тем кто еще пытается что-то понять пробивки дна думаю что я был вам полезен если еще остались какие-то вопросы не забывайте не стесняйтесь пишите в комментариях обсудим еще в принципе можно конечно говорить о конкретных каких-то ситуациях тогда мне будет проще детально если я знаю ситуацию плюс-минус рельеф я могу предположить где допустим в вашем регионе в вашей локации рыба будет клевать лучше а на сегодня у меня все спасибо что были с нами не забывайте подписываться на канал и конечно же до новых встреч пока